итак всем привет и я бы хотел рассказать над чем я сейчас экспериментирую и если вы помните я начал проект гиперкуб это такая базовая площадка для каких экспериментов улучшений проверок в общем это такой себе интересный проектик также вы можете его посмотреть если вдруг что-то вам будет интересно то в первом видео об этом проекте есть ссылка на github вот и так как вы знаете возможно не знаете в unity с 5 версии 5.3 появилась возможность загружать сцены одновременно например если я перетащу сцену сюда у меня появится сцена да то есть вторая сцена с какими-то наборами компонентов которые я сюда кинул я их могу эти сцены выгружать загружать причем это делать в рантайме например я сейчас не в рантайме выгрузил сцену могу ее обратно загрузить вот могу то же самое сделать в рантайме и так в чем преимущество в чем недостатки раньше когда unity только выпустила эту систему преимущество были в том что эти скажем скрипты вернее эти объекты со скриптами они имели перекрестные ссылки то есть они имели возможность скажем получить ссылку вот из другой сцены но потом unity решила это скажем прекратить потому что это не самое очевидное не самое очевидное решение плюс ссылки при выгрузке сцены могли потеряться а ссылка осталась в общем как то там она все нарушалась я не эксперт в этом вот но свои преимущества все-таки тоже есть я подумал есть ли смысл для например такой как у нас гиперказуалка делать вот такую систему загрузки выгрузки если у нас чем преимущество преимущество в том что мы фактически можем использовать один набор одинаковых объектов которые будут оставаться на месте а сцены с разным набором компонентов будут грузиться если у нас обычная простая игра вот и в ней меняется только допустим визуально вот эти части а игрок его компоненты там свет если вдруг он есть камера в общем все остается то в принципе можно хранить в одной сцене и не делать скажем так singleton ну по идее возможно что-то придется и сделать не знаю еще в общем это такая экспериментальная площадка и что допустим есть у нас например есть точка входа в программу я ее назвал game допустим у нас игрок вот здесь игрок это сам игрок и камера допустим этот объект лежит в первой сцене если мы попытаемся получить доступ к игроку из другой сцены то unity нам не даст это сделать потому что unity как я и говорил прекратила поддержку референсного обмена ссылками между сценами вот но в первой сцене мы можем получить доступ отлично давайте посмотрим что я делаю здесь для старта при множественном наборе сцен лучше всего стартовать с базовой сцены так оно работает как бы правильно даже если у вас там все выставлено что логика грузить одну сцену грузить другую лучше всего стартовать со стартовой сцены и так на стартовой сцене у меня просто есть игрок камера и стартовая позиция почему я взял стартовую позицию потому что если я строю уровень например уровень 1 в уровне первом у меня вот пара объектов и небо на другое вот и она начинается с нулевой системы ну фактически с нулевой системы в общем также как и второй уровень то есть второй уровень я просто цвет поменял такого же инвармента позиция одна и та же это главное потому что не хочется менять точку спавна в чем идея точка спавна это то как куда игрок должен переместиться то есть например игрок отсюда скажем едет до конца и здесь происходит загрузка новой сцены выгрузка предыдущей сцены после этого игрок должен переместиться на стартовую позицию начать следующий уровень конечно здесь можно делать задержки показывать там выигрыш проигрыш и так далее вот и после этого игрок должен примститься сюда поэтому я сделал спаун позицию вот или старт позицию неважно дальше когда я запускаю первую сцену у меня грузится автоматически первый уровень давайте посмотрим вот я загружаю уровень загрузился первый и мы поехали то есть здесь don't destroy unload это просто debugger unity он сам себя создался вот короче я нажимаю кнопку и я еду вот мы видим что я еду куб двигается он доходит до этого черного ящика и загрузилась вторая сцена он также двигается потому что у него не обнулились предыдущие скажем значение rigid body то есть это тоже можно учитывать я его двигаю с помощью rigid body поэтому желательно тоже все это обнулять это не самая интересная задача потому что если у вас много всяких вещей обнуление всего ну такое себе а вот то есть опять же стоит ли напрягаться ради вот этого всего син менеджмента ну не знаю поэтому я и экспериментирую поэтому это поле для эксперимента какие преимущества есть у дополнительной загрузки уровней то есть аддитивной перед обычной вот когда это выгодно выгодно это тогда когда у вас длинный линейный уровень ну даже если не такой маленький а большая карта допустим да и у вас какие-то участки могут просто в рантайме подгружаться а остальные выгружаться чем-то напоминает occlusion вот этот но более производительным потому что у вас не просто не показывается сет а выгружаются из памяти в общем это хорошо также давайте посмотрим как я это сделал вот у меня есть игрок отдельно мы поговорим об архитектуре немножко вот но это сейчас не главное главное то что в начале игры у меня загружается первая сцена причем она загружается асинхронно вот почему асинхронно потому что асинхронность она не тормозит в данном случае то есть она скажем позволяет основному потоку продолжать работу и параллельно загружает уровень вот это можно контролировать то есть можно между уровнями если у вас они сложные показывать полосу загрузки но так как это очень простая игра скорее всего здесь это будет мгновенно поэтому я думаю пока нет смысла там как-то по-другому его показывать дальше игрок это просто движение передвижение игрока и есть метод который ставит позицию туда куда я говорил в стартовую позицию на другой уровень в загрузчике я создал загрузчик как статический потому что это как бы дополнительная утилита которая позволяет нам получить загрузить любую сцену и выгрузить любую сцену давайте посмотрим на загрузку сцены здесь есть такой флаг загружена ли сцена если она не загружена тогда мы загружаем сцену я пока что использую магические числа потому что но это как бы прототип обычный вот дальше мы ставим что сцена загружена если мы хотим выгрузить сцену это важно потому что в документации unity давайте посмотрим сказано что нам нужно также секунду вот син менеджер анлоат син асинк здесь написано что при таком способе не выгружаются асет если мы хотим дополнительно выгрузить асета из памяти нам нужно использовать ресурс анлоат ан юз асет неиспользуемый асет вот поэтому мы выгружаем сцену асинхронно и выгружаем асет не знаю насколько эффективно выгружать асета возможно их можно и вставлять вот опять же если вы курсе напишите также если мы подходим к финишу у нас берется компонент игрока то есть можно сравнивать по ссылке но более лучше лучший метод это target component когда мы проверяем если компонент если его нет возвращается на что очень важно и очень удобно то есть здесь не будет ошибки вот по крайней мере если вы не проверяйте но если вы вызываете и дальше не проверяйте анал конечно будет ошибка вот но здесь именно не будет ошибки и дальше мы у плеера вот через out мы получаем плеера и у плеера вызываем вот этот метод который его ставит на стартовую позицию дальше мы загружаем следующую сцену и выгружаем предыдущую с выгрузкой ресурсов вот я думаю довольно интересно я долго думал как как бы но недолго как бы это все оптимизировать пока что в принципе довольно успешно для таких уровней мне нравится да то есть единственное что можно полностью rigidbody на 0 поставить чтобы он не двигался в начале уровня можно там еще что-то показывать дополнительная да то есть какие-то настройки можно делать также что еще мы можем делать но в данном случае нет пока смысла мы можем сказать что какой-то объект может переместиться на другую сцену для этого есть стандартной документации scene manager move как-то так сейчас найду move to scene как-то так вот move game object to scene и мы можем передвигать этот game object на какую-то сцену возможно в будущем это понадобится но пока я не знаю в общем надеюсь это было полезно всем пока